Валентине Николаевне Сергеенко шел восьмой год, когда она вместе с мамой оказалась в концлагере. Более 70 лет прошло, а страшные сцены тех лет до сих пор стоят перед ее глазами. 52 года отработала в школе и всю жизнь учила детей. Любите родину, защищать надо свою родину, любите свой народ. И рассказывала, какие ужасы я видела. И видела еще такое, как еврейских детей полуживых закапывали в землю. Анатолий Кириллович Фенин не скрывает своих слез, хотя и не помнит. Ему тогда всего-то год был, когда фашисты гнали людей, среди которых были его сестры и мама. Миллионы искалеченных судеб, перечеркнутое детство – результат той войны. Забывать ее нельзя, уверены все, кто в этот день присутствовал на митинге. Помнить о тех людях, которые эту историю делали, своими жизнями, своими поступками. У меня только дедушка на войне ногу потерял. Больше он мне особо ничего не рассказывал, я не знаю, наверное, для него это было слишком больно. Дети в концлагере строим мы тут, даже не знают, за что они тут. Но наши солдаты, герои войны, смели всех фашистов с нашей земли. Вновь зайдет солнце над мирной землей, бедные дети вернутся домой. Эти стихи – впечатление четвероклассницы Ирины Есеновой после поездки на Поклонную гору. В простых словах – не детская боль и сострадание. А другие стихи в прочтении Елизаветы Туиланин настолько тронули ветеранов и саму девушку, что она не смогла сдержать слез. Господи, спасибо за то, что я еще вижу этих дедушек, бабушек, что я могу им сказать спасибо, но будущее поколение уже не скажет, и обидно. Очень как бы обидно. И дедушка со мной стоял, он рассказал мне историю, поэтому я не сдержала слез. Очень тяжело, я даже передать словами невозможно, потому что невозможно, вот сердце болит. За верность Родине и мужество в годы войны ветеранов поблагодарила заместитель главы района Елена Добрина. Наши дети, которые присутствуют здесь сегодня, когда прочтут или уже прочли о ужасах, которые творились в концлагерях, они поймут, какое счастье выпало на их долю. И это счастье завоевали вы. Сегодня в нашем районе осталось всего 110 человек, бывших малолетних узников, рассказывает председатель районной организации малолетних узников концлагерей Николай Родионов. День этот, говорит он, одновременно радостный и печальный. 11 миллионов было уничтожено в концлагерях в фашистских застенках. Из них 2,5 миллиона детей были сожжены, расстреляны, повешены. И мы, нынче живущие, живые, бывшие детские узники, являемся последними свидетелями тех страшных событий, которые творил фашизм в период Второй мировой войны. Школьники преподнесли ветеранам в подарок изготовленные своими руками медали в знак того, что юное поколение помнит и гордится своей историей, своими прадедами. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, ВИДНЕТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова